Привет, мои дорогие друзья! Хочу обсудить с вами очень интересную тему. Смотрите, на данный момент в мире начинается серьезный кризис. Он связанный с недвижимостью, он связанный с бизнесом, он связанный с валютами, с инфляцией, с гиперинфляцией, со всякими революциями, не дай бог, еще чем-то и все. Это, короче, валится вот так вот на голову. И как же в этой ситуации поступить нам, коллекционерам или инвесторам? То есть, дело в том, что когда ты инвестируешь, допустим, мы вот как инвесторы в нумизматический материал, или в боны, банкноты и так далее, мы боимся потерять, потому что мы также подвержены инфляции, как и все любые нормальные люди. И существует огромное количество скептиков, которые говорят, да кому это надо, да что с этим делать, да лучше я куплю доллары, и будет у меня все хорошо. Я не спорю, доллары это очень хорошая позиция, и когда их много, это всегда лучше, чем когда их мало, или когда их нет вообще. Но, например, на данный момент курс серебра у нас неплохо падает, также золото падает, и я говорил, золотодержателем, когда было золото 2150 и больше долларов за одну унцу, говорил, продавайте нахрен, продавайте. Но мне писали в комментариях, нет, надо покупать. Что ты за инвестор, который продает? Ну и как вы сейчас вот с такой ценой 1700? А если вы покупали по 1100, а продать по 2 с чем-то, и купить потом опять по 1500 хотя бы, вот и посчитай прибыль. Ну, опять же, у тебя прибыль еще с любого другого бизнеса, работы, где там зарплату получаешь, добавляется все это, суммируется и умножается это все многократно. Это же логично. Ну да ладно, у каждого своя стратегия. Есть те, кто покупает и сидят на чемоданах 10 лет, а есть те, которые шевелятся. Вот я отношу себя к тем, кто шевелится. Я не люблю стоять на месте. Я люблю, когда деньги работают, когда деньги делают деньги в прямом смысле этого слова. Об этом и мой канал. Я вот, допустим, приехал сейчас в другую страну. Почему я приехал? У меня свои дела, но помимо этих дел, я занимаюсь инвестициями, а также нумизматикой, банистикой. То есть все, что связано с деньгами, это все интересно, это движение, это наша жизнь, это тема, это реально круто. Это позволяет нам двигаться дальше, вперед и смотреть в будущее оптимистично. Дело в том, что вот смотрите, например, вот этот полтинник, это полтинник Николая II 1913 года. Вроде бы ничего особенного, но у него шикарнющее состояние. Покупал эту монету по фотографии, не ожидая, что увижу именно такое состояние. Как-нибудь позже я покажу видео, по каким фотографиям я покупал и какую монету я получил в руки. То есть, чтобы вы понимали, как может фотография изменить монету. Так вот, ну ладно, речь не об этом, а речь о другом. Речь о том, что, почему я рекомендую инвестировать в монеты 1913 года, 50 копеек Николая II и 1912 года. Да потому, что это самая дешевая, идеальная монета периода правления Николая II, именно конкретно 50 копеек. Потому что, например, монеты с 1895 по 1901 год в идеальном состоянии стоят гораздо дороже, ну или хотя бы даже в подобном состоянии стоят гораздо дороже, чем монеты 1912 и 1913 годов. И это обусловлено тем, что те монеты уже очень сильно начали дорожать, несмотря на курс серебра, а конкретно связаны с временным периодом, а также кризисом. То есть, почему цены на монеты начинают дорожать? Потому что из-за кризиса, во-первых, одна часть людей начинает инвестировать в монеты, то есть активно их скупает, ищет, находит, и скупает, потому что есть много бумажки, от которой надо избавиться. Другая же часть людей, наоборот, спекулирует на этом, хочет за этим заработать больше. Соответственно, на аукционах задираются цены, и также выгребаются эти монеты. Соответственно, монет становится меньше. И так как это самая идеальная, самая дешевая монета, из идеальных, она начала активно дорожать. Она уже дорожает достаточно давно. Два года назад можно было в подобном состоянии за тысячу гривен купить эти 50 копеек. Сейчас надо уже очень серьезно постараться найти хотя бы за две тысячи гривен в таком состоянии. А прошел всего годик, и цена на них будет продолжать активно дорожать. Дело в том, что, смотрите, давайте поразмышляем. Вот если начнется суперкризис, гиперинфляция и так далее, что будет происходить в этот момент? Первое в тренде это будет, опять же, еда, продукты питания, и медикаменты, то есть и лекарства. Это всегда нужно. Также средства самообороны, а потом уже начинаются вопросы с деньгами. Дело в том, что если у вас очень много денег, надо эти деньги охранять. Соответственно, те же средства самообороны тут никуда не уходили от этого. Это, может быть, это замки, решетки на окнах, какие-то сейфы, банки хранения и так далее. Это все является средствами самообороны, потому что ты защищаешь свое добро. Правильно? Даже что-нибудь ты положил в банк, это тоже можно отнести к средству самообороны. То есть ты сам сохраняешь свое добро. Да, можно себя лично сохранять, как человека, потому что без твоей жизни не будет ничего остального, потому что это все наживное, оно пришло и ушло, оно может вернуться заново к тебе. Если у тебя есть мозги, ты можешь развернуться, заработать, купить снова. Но в то же время очень важно, что сейчас рушится бизнес, рушится бизнес недвижимости. Вот недвижимость, например, новостройки, да, начали дорожать. С чем это связано? Это связано с кредитованием, а также с повышением стоимости стройматериалов. Это логично. Но при всем этом покупателей станет со временем все меньше и меньше, потому что цикл запустился, кризис уже не остановить. Рано или поздно мы увидим грандиозную задницу. И что же нам делать, когда у нас будет целая куча монет, серебряных, золотых, неважно каких. Что будет с курсом золота, серебра на тот момент, что будет с нумизматической продукцией, будут ли это покупать или нет. Скажу так, покупают эти вещи всегда, в любом, вообще, в любой ситуации. Только там в супер тотальных, там, трэшевых, мега трэшевых ситуациях, да, такие вещи уже не покупают. Поэтому у вас должна быть подушка безопасности в виде денег. Но при всем этом, а если, как говорится, авось пронесет, нужно диверсифицировать риски и покупать таких монет как можно больше в идеальном состоянии. И если, как говорится, авось пронесет, то такие монеты у вас будут очень неплохой инвестицией и подушкой безопасности. так как вы просто выставите их на продажу, она будет набиваться своей нереальной цены, и вы на ровном месте заработаете кучу денег. Откуда я знаю это? Почему я так в этом уверен? Да потому, что мы в этом кризисе уже много лет. И если вы заметили, каждый год нам обещают тотальный Армагеддон, каждый год нам говорят, что будет супер жопа, каждый год нам говорят о нереальном курсе доллара, каждый год происходит конец света по телевизору, завещание Майя, упадет астероид, какая-то супер пандемия, еще какая-то херня. Для чего это делается? В первую очередь люди, как батарейки, они начинают генерировать гораздо больше энергии, больше люди начинают работать, 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 пытаются запустить этот процесс. Но рано или поздно он все равно схлопнется и выживет сильнейший. Так вот, сильнейший будет тот, кто хорошо правильно стратегически распорядился своими финансовыми. То есть, правильно успел вовремя переложить деньги с одного места в другое место, правильно рассчитал закупки своих инвестиций и так далее. Вот от этого и зависит успех. Успех всегда зависит от правильного мышления и так далее. Если вы постоянно будете долбить только в одну монету, условно, в нумизматике, вот возьмем инвестиции в нумизматический материал, то вы рано или поздно проиграете, потому что этих монет либо появится неожиданно очень много на рынке, потому что у многих залежались и все выставят на продажу, либо же наоборот, просто изменятся тренды и будут люди покупать совершенно другие монеты. Соответственно, нужно смотреть всегда в разные стороны. Смотрите на одни монеты, на другие, на банкноты, и кто уже по более возможности знает, разбирается, смотрите на другие предметы антиквариата. И от этого и зависит ваш вид сохранения и сбережения денег. Вот мне часто пишут, кому нужны эти банкноты, кому нужны эти монеты, я не понимаю этих людей, которые это пишут. Вот вы заходите на мой YouTube канал, я рассказал о какой-то монете, понравилось вам, как я это рассказал, как я преподнес информацию, не понравилось, мне это вообще не интересует. Я, если честно, рассказываю видео, и я потом сам пересматриваю свое же видео, и складываю какое-то свое мнение. И каждый, кто смотрит, он примерно так же и мыслит. То есть, фоново послушали и приняли для себя какое-то решение. Но вот люди, которые пишут, что кому это надо, у меня простой вопрос. самый простой вообще. возьми руку в карман засунь, достань монеты. Вот какие-то там нашел монеты, и вот вот эти монеты, залезь в интернет и посмотри, почем их продают. Но, допустим, есть функция такая на сайте Виолити или на новом аукционе, там можно поставить продажу, то есть, почем эти монеты были проданы. И вот посмотри, ты увидишь, покупают эти монеты или нет, и почем их покупают. И для себя сделай вывод, то есть, раз их покупают, значит, они кому-то нужны, раз их не покупают, значит, они никому не нужны. Это логично. А писать в комментариях, не проверив информацию, это очень странная мысль. я не спорю, что нумизматика это достаточно сложный рынок инвестирования. То есть, проще, конечно, зайти, зарегистрироваться на каком-нибудь инвестинге и участвовать на бирже, покупая, продавая акции через разных брокеров и тому подобное. Возможно, для кого-то это легче. Для меня это сложно, я люблю потрогать. Если я трогаю, я доволен, потому что это у меня в руках. Я продал и я держу, как говорится, денежку тоже у себя в руках. Или я за свои денежки покупаю то, что я хочу держать у себя в руках. Мне так удобнее. Да, тут меньше заработок по сравнению с биткоином, который он там скачет лихораде, там уже под 20 тысяч долларов он стоит. Круто, я не спорю, кто-то нехило заработал, купив по 3-4 тысячи долларов этот биткоин, хотя, казалось бы, там несколько лет назад и по 200 долларов он стоил, но в то же время нереально можно рубануть бабла, я ни капли не отрицаю, круто. Да, я считаю, что это воздух, пшик, воздух и ничто вообще, это просто код, какую-то сраную кучу цифр кто-то покупает где-то спрятанную в компьютере и за это готов платить сумасшедшие деньги, как тюльпанная лихорадка. Рано или поздно все равно эти пузыри схлопываются, это логично, это не может быть вечным. А вот эта тема, это вечная, это деньги, история, это предмет антиквариата, это декор, это все, что угодно, это искусство, это предмет, который ты можешь потрогать, он осязаемый и он у тебя в руках. Вот в этом его и сила. Да, может где-то недооценен, может быть переоценен, все зависит от количества предложений. Не более того, и опять же, от желания человека обладать такой вещью, не более того, если человек желает обладать этой вещью, он готов за нее платить. Если он не желает ей обладать, он не готов за нее платить, он купит что-нибудь другое, он купит какую-нибудь российскую вот эту монету, какую-нибудь Тверь, вот, и будет радоваться этой 10-ти рублевой монете, а может быть ты на сдаче в магазин получишь, и будет считать себя победителем, потому что у него пришла юбилейная монета с тиражом там от 5 до 10 миллионов штук. Круто, круто, не спорю, сохранить такую монету, это тоже искусство, потому что качество металла оставляет желать лучшего. Если у вас в идеальном состоянии такая монета, вам повезло спустя вот там 6 лет, да, 2014 года монета, если у нас в идеальном состоянии 20-го, в 20-м году, то уже неплохо. Но разница все равно колоссальная между этими монетами. Это история, это классика, это всегда интересно во всех странах мира, в этом и ценность этой монеты. Но если настанет супер-жопа, то реально надо быть к ней настолько готовым к этой супер-жопы. У вас должно быть запас продуктов питания, у вас должен быть подушка безопасности бумажная, на случай увольнения с работы, на полгода и год вы должны иметь бабки, на проживание и содержание своей семьи, медикаменты должны у вас быть с запасом на случай каких-то болезней непредвиденных и так далее. У вас все это должно быть и только потом вы можете инвестировать в монеты и рассказывать, что это круто или это хреново, когда вы это не проверили, а на все бабки купили каких-то монет, они у вас подешевели, они нахер никому не нужны, их никто не хочет покупать, конечно вы лох в этой ситуации, вы послушали кого-то, кто вам сказал, что вот эти 100 карбованцев будут очень дорогими со временем, вы их купили, а они никому не нужны, логично, да, поэтому надо очень внимательно подходить к своим инвестициям, подписывайтесь на мой канал, обсуждаем в комментариях эту тему, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok